В зоне внимания ГАИ транзитный транспорт. С целью привлечь к большей внимательности и ответственности на дороге водителей большегрузного и транзитного транспорта, сотрудники госавтоинспекции Брестской области провели очередное профилактическое мероприятие. Трасса М1, место проведения рейда, выбрана не случайно. Ведь именно она является основной магистралью области и по ней передвигается огромное количество транспорта, в том числе и транзитного. Данное мероприятие направлено на предупреждение ДТП с участием водителей транзитного транспорта. Нередки случаи, что водители данной категории управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также в утомленном состоянии. Тем самым подвергают опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения. С начала текущего года на территории Брестской области по вине водителей транзитного транспорта зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб и 6 получили травмы различной степени тяжести. Водителям транзитного транспорта необходимо доставить груз в определенное место и в определенный час, а потому большинство из них зачастую нарушает скоростной режим, совершают неоправданный обгон, чтобы успеть к назначенному времени. Сотрудники госавтоинспекции также отметили, что нужно следить и за своим физическим состоянием, ведь большие расстояния выматывают и клонят сон. С этим были согласны все водители без исключения. Скажите, что необходимо делать водителю, если он почувствовал усталость и как важно соблюдать режим труда? Ну, естественно, важно соблюдать. Там все предусмотрено, там уже все расписано для водителя, установлен режим, я думаю, это все по науке делалось. 9 часов водитель работает и потом 9 отдыхает. Все предусмотрено, но в нашей стране, в России, стоянок хватает, в отличие от Европы проблем с этим нету, всегда можно найти свободное место, кстати, отдохнуть. Ну, а нарушать, естественно, себе дороже, за это же предусмотрены санкции. Двигаясь вот особенно по России, приходилось очень часто наблюдать, особенно вот сейчас в зимнее время, много случаев ДТП, и именно с участием грузового транспорта в основном. Какие основные правила должны соблюдать водители, которые знают в ваших нужных транспортных средствах? Ну, соблюдать скоростной режим, расстояние, держать дистанцию, ну, смотреть за дорожными условиями. Основное, ну, смотреть, как говорится, кто лезет, лучше уступить. За руль в пьяном состоянии садиться, это запрещено очень строго. Ну, чтобы им посоветовать, лучше отдохнуть и со спокойной душой ехать, и знать, что никого ты не тронешь, и тебя никто не тронет. Многое зависит от водителя, каждый хочет, это же у нас платят за километраж, от сколько проедешь, столько заплатят. Поэтому от водителей молодежь летит быстрее, ну, а постарше люди, они смотрят, что устал, он лег, отдохнул и дальше поехал. Сотрудники госавтоинспекции вручили памятки и еще раз напомнили участникам дорожного движения, которые следуют транзитом через Брестскую область о правилах дорожного движения и безопасного поведения на дороге. Ведь каждого из них ждут дома. Акция в зоне внимания «Транзитный транспорт» будет продолжена.